Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий Эрбалатов. Состоялось долгожданное для Республики событие торжественное открытие путепровода на северном выезде из Махачкалы. В нем приняли участие депутаты Народного собрания Республики Дагестан во главе со спикером парламента Хизри Шахсаидовым. Этот путепровод, отвечающий всем стандартам безопасности и надежности, создаст дополнительное для жителей нашей республики и позволит организовать качественную транспортную развязку на северном выезде из столицы Дагестана. С открытием этого объекта решается давно назревшая проблема улучшения автомобильного сообщения, так как именно на этом участке дороги образовывались огромные автомобильные пробки, происходили дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, строительство четырехполосной эстакады, которая входит в состав транспортной развязки, позволит беспрепятственно проезжать автомобилем по федеральной трассе. Председатель Народного собрания Хизри Шахсаидов неоднократно выезжал на место строительства и взял его завершение под личный контроль. В своем выступлении на импровизированном митинге по случаю открытия путепровода он отметил большое значение этого объекта для жителей республики. Ранее в Народное собрание поступало немало обращений от жителей республики в связи с неудобством из-за постоянных автомобильных пробок на этом участке дороги. Как и было обещано, в конце ноября этот путепровод, как вы видите, готов к сдаче, эксплуатации. Слово сдержали. Сегодня здесь находятся именно те люди и главные виновники это люди вот в оранжевых жилетах, которые работали с утра до вечера и в выходные дни и в дождь и все, как говорится. И слово, данное людям, мы сдержали благодаря тому, что вот все здесь присутствуют, буквально каждый из вас вложил свою лепту. Я всех благодарю, тех, кто участвовал в строительстве этого замечательного путепровода, моста, потому что это нужно было людям. Многие из вас, наверное, помнят, со стороны Хасаюрта были двухкилометровые очереди. Со стороны Махачкалы тоже самое. И сегодня вы увидите радость на глазах водителей. А здесь проезжают день более, наверное, 10-15 тысяч автомобилей. Это очень большое дело. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу. Строителей и жителей республики также поздравили. Директор фериала Федерального казенного учреждения Управления федеральных автомобильных дорог Кавказ в городе Махачкале Шахрудин Магомедов, заместитель муфти Республики Дагестан Абдулла Аджималаев и водитель Андрей Нестерович. После митинга ряду руководителей проекта и строителям были вручены почетные грамоты Народного собрания Республики Дагестан, памятные именные часы и благодарственные письма председателя Народного собрания. После завершения процедуры награждения почетное право открыть движение по путепроводу было предоставлено Хизри Шихсаидову и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Нарт Руслану Бибалатову. Завершилось мероприятие красочным шествием конной группы по новому путепроводу и проездом строительной техники. Председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов обратился к дагестанцам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Основная цель моего обращения к вам, мои уважаемые земляки, заключается в том, как бы банально это ни звучало, сохранение вашего здоровья и жизни. К сожалению, пока с нами не произойдет чего-то серьезного, а это потеря близкого человека или тяжелая форма болезни, мы не хотим осознавать последствия нашей беспечности. Мы будем на стороне искать виновных, не замечая, что сами во многом способствуем разгулу пандемии коронавируса. К сожалению, есть отдельные недостатки в работе некоторых ведомств и муниципальных образований, но многое зависит и от нас самих. Следует на неопределенное время прекратить массовые мероприятия, свадьбы, соболезнования, корпоративы, ездить в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, а лицам пенсионного возраста без надобности не выходить на улицу. Не нужно выискивать негатив, необходимо, объединив усилия, всем вместе бороться с распространением этой болезни. Нет сомнения, что мы пройдем это испытание, но нужно время и, конечно же, наша с вами организованность. Желаю вам, мои дорогие земляки, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, говорится в обращении спикера дагестанского парламента. 3 декабря председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизреших Саидов ознакомился с наличием лекарств от коронавируса в социальных аптеках Махачкалы. Его сопровождали вице-спикер парламента Камил Давдеев, депутаты Висампаша Ханалиев, Мурат Пайзулаев и Арслан Изиев. По словам работников аптеки, у них в наличии имеются все лекарства, рекомендованные для лечения от коронавирусной инфекции. Что касается цен на лекарственные препараты, то они за последние несколько месяцев не изменялись. Председатель Комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политики Висампаша Ханалиев подтвердил, что по сведениям Росздравнадзора Республики цены стабильны. Хизреших Саидов также поинтересовался возможностями бесплатной доставки волонтерами лекарственных препаратов от коронавируса малоимущим гражданам. Покупатели в беседе со спикером парламента положительно отозвались о персонале аптеки, наличии лекарств и ценах. 5 декабря председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизреших Саидов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм провел прием граждан приемной президента Российской Федерации Владимира Путина в Махачкале. Со своими проблемными вопросами к председателю парламента в этот день обратилось семь граждан. Хизреших Саидов внимательно выслушал каждого, и все их вопросы были решены на месте. Любовь Уллаева из Махачкалы просила о содействии получение медицинской квоты для лечения ее сына в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии. С аналогичной просьбой обратилась в приемную бурли от Муслимова из Избирбаши. ей необходимо было получить квоту для лечения в медицинском центре имени Вредина в Санкт-Петербурге. Как заверил министр здравоохранения Джамал Дюнгаджи Ибрагимов, квоты на лечение им будут предоставлены 14 и 10 декабря соответственно. Также были удовлетворены просьбы Минаед Салманова из Рутольского района, которая просила содействия в вопросе выплаты компенсации на приобретение спецсредств по уходу для сына-инвалида. И Светланы Богачевой из Дербента, которая обратилась за содействием приобретения коляски для ее дочери-инвалида. Управляющий регионального отделения Фонда социального страхования по республике Дагестан Осман Инфидеев заверил, что их просьбы будут удовлетворены в ближайшее время. Шамиль Габибов обратился в приемную президента России от имени жильцов корпусов ГДЕ дома номер 59 по проспекту Петра Первого в городе Махачкале. Жители просили включить в федеральную программу формирование современной городской среды благоустройство сквера с тыльной стороны дома. По словам первого заместителя главы города Махачкалы Мавледина Маликова, вопрос будет решен положительно. После обращения к министру труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Мугутиновой был решен вопрос трудоустройства жительницы столицы республики, инвалида второй группы Набизат Камаловой в одной из пищевых предприятий города. Также была рассмотрена и положительно решена просьба Махачкалинки Лаюзы Абдулаевой об установлении инвалидности ее внучки. Хизриш Хсайдов пожелал здоровья и благополучия всем обратившимся в приемную президента Российской Федерации и поблагодарил руководителей министерств, ведомств и городской администрации за оперативную помощь в решении проблем граждан. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. Будьте здоровы, всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова